Раз, 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 прием, прием Вы находитесь на секретной космической станции Хоспорта А я Хоспорт, хоть меня и не видно Позвольте для начала вас поздравить с тем, что Теперь мы смотрим на игру в полноценных 1980 разрешении А не как раньше Так что должно выглядеть получше Хотя я не думаю, что здесь разрешение играет какую-то серьезную роль Но все равно Не помню совершенно, что происходило в начале вот этого разговора Сейчас будем вспоминать Но суть в том, что у нас дело о трех трупах Никак особо не связанных За исключением того, что от всех трех Тянутся ниточки к какому-то подозрительному кварталу В городе, где живет наш персонаж Вот этот детектив Вот эта девочка-хакер Неко Давайте посмотрим, значит, что там было Ах да, все, вспомнил Значит, к нам приходил некий подозрительный мужчина Который подозрителен тем, что у него из кармашка вот тут торчал платок Это типа опознавательный знак какой-то группировки-не группировки Ну, в общем, какого-то объединения людей, которые хотят, как он выразился, отсюда выбраться Отсюда, видимо, имеется в виду вообще наш мир И он пытался вытащить книгу как раз вот ту самую про этого Про генерала, его армию и их боевой клич В это время наша парочка вот эта Занималась осмотром района и Кангнинг Дистрикт, по-моему, если я не ошибаюсь Они занимались его осмотром и установкой скрытых камер А Нека, не слушая запретов, проникла к двери Для того, чтобы ее изучить Потом они получили сообщение от нас То есть от нашего библиотекаря Что тут, короче, проблемы, надо возвращаться Вот они вернулись Ну, после, значит, круговерти этого дня Все трое из нас снова встретились в Эрмитейдже Непрошенный гость искал, короче говоря, по книжному магазину все утро А, не все утро, а весь после обед, короче, он провел за тем, что искал в книжном магазине что-то Я приглядывал, значит, за ним До тех пор, пока он не потерял мотивацию и не удалился Он выглядел фрустрированным Но, что куда важнее, он так и не нашел в Эхальберт Вот это та самая книга, о которой я говорил Ну, короче говоря, а он играл в идиота, короче Звучит серьезно, говорит Джастин, частный детектив 25 или около того лет от роду Так что произошло? Ты все еще дышишь, костей сломанных нет Вроде бы все выглядит нормально, в конце концов, да? Ну, сейчас да Но, короче говоря, я все еще рад, что отправил вам сообщение Я заметила группу людей снаружи, когда пришла Они имеют какое-то отношение к тому, что ты сказал Подожди, что? Он уставился на Нека Ты думаешь, я тебя оставил одного Купить мороженое или что-то типа того? Ты идиот Думаешь, я не могу контролировать свой аппетит? Нет, но как кто-то может думать о мороженом в такой погоде? Ну, окей, успокойтесь Значит, про людей, о которых сказала Нека Я думаю, что здесь есть связь У тебя же нет никаких проблем с местными, не правда ли? Ты там не провоцировал их как-то? У нас тут вообще-то дело о серии убийств Ты понимаешь, что проблемы вышли на новый уровень Когда опасность буквально стоит у тебя в дверях Существует какая-то коннекшн какой-то, короче Это стало понятно, когда он упомянул Кангнинг Дистрикт Если бы он это не сделал, я бы решил, что это очередной стрёмный, короче, покупатель Такое ощущение, что он знает, кто мы И чем мы занимаемся Возможно, он попытается, ну, видимо Ну, шантажировать Или Проникнуть к нам в доверие Сложно сказать, насколько много деталей он на самом деле знает И как много из его слов на самом деле были блефом Запугивать нас и искать книгу Это уже доказательство того, что он во что-то вовлечён Что-то у него на уме, короче, есть Да Короче говоря, чем больше ты знаешь, тем больше ты опасности У нас тут новая мысль Ни хрена себе, подождите А, нет, у нас новая вот эта штука Да не одна У-у-у-у, мать честная Так, ладно, сейчас после разговора посмотрим Не знаю, чем я могу помочь в данном случае Мои знания по, как бы По нашему топику Ограничены, по правде говоря Пока что мы не можем сформировать какие-то выводы Но то, что он здесь появился Заставляет меня думать, короче, что мы на правильном пути Ты все еще продолжаешь говорить в очень аналитической манере Короче, вещи могут особо мирно-то и не закончиться Итак, какое наше следующее действие Нам нужно, значит, собрать воедино всю информацию Которая у нас есть И прояснить, как бы, все Ну что ж, давайте выслушаем, так сказать, вас Что у вас есть? Значит, резиденты отмечают Повышенное количество странных личностей Которые шляются по кварталу Они патрулируют зону Вот что говорят местные жители Но Ничего странного больше, короче говоря, нет Ну, короче, то, что они шляются там Уже делают их довольно-таки подозрительно Не могу пока ничего сказать точно У меня нет Видимо, никаких визуальных подтверждений Есть вещи, которые я не могу выяснить Просто опрашивая резидентов Я бы так не сказала Хм Ты что-то нашла Ты не обратил внимания, что они носят странную одежду Простите, нужно выпить кофе за это дело Короче, нет С исключением того, что они носят Желтый носовой платок Запомните, запомните Я уверен, что большинство из вас не знает И я бы не знал, если бы не загуглил Хэндкер шифс Носовые платки По всей видимости В своих карманах Ясненько Что ты выяснила? Когда я разместила камеры Я отправилась к пустому строению И ненадолго там задержалась Я обнаружил там кое-что странное Совсем неожиданное Нэка Достала изображение Своего кармана И поместила его на стол Что? Это семейное фото? А, ты узнаешь его? Я видел эту фотографию В доме У пожилой женщины Из этого В квартире у пожилой женщины Это, если кто из вас забыл Это семейное фото той женщины Которая вызывала службы экстренные Потому что у нее, дескать, в ванне Что-то в ванной А не в ванной, на кухне На кухне что-то произошло Но В итоге, получается, на следующий день Вот эта фотография ее Любимой семьи, как она говорила Оказалась в мусорном баке Где его нашла Нэка Это она, ее муж и их сын Дэвид Посередине Соседка из соседней двери Сказала, что на самом деле Они умерли давным-давно Вот, значит, как Семья из трех человек Одеты в простую одежду Они не выглядят особо счастливыми Но глаза ребенка все еще полны жизнью А это что такое? Странные пометки На головах двух взрослых При ближайшем рассмотрении Они оказались Результатом крошечных Ну, легкого царапания Кто-то Словно пытался что-то написать На них Ручкой, в которой нет чернил Оставляя только Ну, исключительно царапины, короче говоря Позади Я вырвал страницу из ноутбука И, значит Перерисовал линии Ничего необычного Что они в итоге сложились В определенный паттерн У меня есть ощущение Что я видел похожий паттерн В книге ранее Это хорошая идея Проверить снова Ага Делаем мысленную заметку Значит нам нужно проверить Книги еще раз А где ты это нашла? В мусорном баке Возле дома Ну, там, типа Довольно чисто На самом деле Мусор, видимо Рассортирован Интересно, почему Неужели комитет Квартала Продолжает Усердно трудиться В сфере гигиены Это вряд ли В отсутствие Санитарных работников По всей видимости Некому Опорожнить Мусорку Не правда ли? А, значит Мусорка была Получается Вывернута наизнанку Разбросано все Джастин Эта новость Реагирует Как? Он спрашивает Ты считаешь Что кто-то Выбрался Из мусора Это могло бы Быть причиной Того Почему он Так быстро Испарился Видимо Ну, в смысле Свалил оттуда На Руфтопе Ну, вот На крыше Ведут Потеки крови Ты знаешь Людей Которые могли бы Провести Анализ Ну И Тесты Этой крови Не правда ли? Если Наши Подозрения Верны Это здание Идеальное место Для кого-то Заниматься Грязной работой В секрете Да И Ближайшие Резиденты Так и Ничего не Узнают Да ладно Джастин Подключи Свои мозги Хотя бы Разок Или Или тебе Нужно Типа Раскрывать Правду Капелька За капелькой Посмотри на это Из-за Пределов Так сказать Своего Профессионального Опыта Как частного Расследователя К тому же Ну это может Доставить тебе Проблемы в будущем Вы О чем это вообще? У меня Не хватит Нервов Объяснять тебе Это полностью Ну Типа Давай ты Не то Чтобы у меня Были другие Другой выбор Человек Который Пришел В Эрмитаж Сегодня Явно Имеет Связи С Дистриктом Кангнинг Он готов Был пойти На все что угодно Чтобы добиться Своей цели Ну Как бы Он проводит Параллель С вот этими Преступлениями Даже Если предположить Что у них Был мотив Для этих Убийств Как Они Расправились С телами За пределами Здания Ну Как они Короче Доставили Тела За пределы Здания Туда Где их Обнаружили В итоге Для того Чтобы провести Прямую связь Между зданием И убийствами Должен быть Способ Ну Нужно Определить Способ Которым Тела Вынесли Из здания Без Ну Короче Так Что Никто Не Заметил Слушайте Я Хотел Вам Отсказ В самом Начале И забыл Мы Походу Подкрадываемся К Очередным Выборам Вот этим Вот Что Меня Несколько Напрягает Потому Что Я Еще Недостаточно Хорошо Изучил Наши Мысли Которые У нас Записаны Но Ладно Давайте Пробовать Что Что Происходит В этом Нейбор Худ Ага Ну Как я И говорил Вот Оно Вот Оно Так Давайте Сначала Переведем Вопрос Странные Происшествия В Квартале Значит В Жилтоварищество Я его называю Жилтоварищество Потому Что Я Часто Не знаю Как Это На Русский Язык Правильно Перевести Соседство Но Соседство У нас В языке По другому Несколько Переводится Ну В общем Жилтоварищество После Проведения Некоторых Полевых Работ Мои Абсурдные Подозрения Подтвердились Что То Странное Происходит В районе Кангнинг Как Я могу Выяснить Нифига себе Скакнул Рейнзвука Как Я могу Выяснить Подробности Об этом Это Жопа Вот Прям Жопа У нас Три Страницы Этих Самых Давайте Смотреть Ну Это у нас Про дыру В асфальте Это Пересказ Книги Шрайн Гадз Мессенджерс Вот это Как раз The Hullbird Не думаю Что он здесь Играет роль Как я могу Выяснить Больше Опасное Заброшенное Здание Вообще Подходит Да Драгмаркс На стенах Свежий Драгмаркс Секрет Секрет Хильды Признаться Честно Я Не очень Понимаю Суть Вопрос Как я Могу Узнать Больше Пойти Узнать Ты Выйти Не можешь Сосед Который Живет Соседка Которая Живет Рядом С Хильдой Обратила Внимание Что Время От Времени Странный Свистящий Звук Может быть Слышен В Зоне Посреди Ночи Этот Криповый Звук Похож Короче говоря На Конское Ржание И одновременно На Странный Музыкальный Инструмент Позволяет ли нам Это Предположить Как мы можем Это выяснить Ну типа Можно Засечь Время И Наверное Подслушать Его Да И Посмотреть Легенды О Кангнинг Дистрикт Это Вот Как раз О том Что Там Были Убийства С Потери Крови И Прошлая Декада Гигантская Тень В Небе Которая Делалась Кстати Которая Издавала Странный Звук Вот Эти Две Штуки Связаны Подозрительные Люди Которые Терлись Возле Мусорного Ящика Группа Была Обычно Бытово Одета Но Всех Были Желтые Куски Материи В кармане Нам Нужно Выбраться Отсюда Организация Которая Называет себя The Visionary Society Неожиданно Посетила Эрмитейд Чтобы найти Потерянные Книги Они Хотят Использовать Информацию Из этих Книг Для того Чтобы Отправиться В место Где Нет Боли Поможет Ли Нам Это Выяснить Что Происходит В Кангнинг Дистрикт Не Факт Empty Garbage Кэнс Резидент Жил Товарищество Хильды Говорит Ну Говорят Что Мусор Мусорные Баки Очищаются Видимо Время От Времени Нека Обратила Внимание Что А Значит Не Разбросанный Мусор А там Было Просто Чисто Вот Оно Что Нека Обратила Внимание Что Мусорный Бак Под Апартаментами Хильды Был Абсолютно Пуст Потертости На портрете Джастин Обнаружил Семейный Портрет В доме У Хильды На нем Изображалась Хильда Ее семья Еще с тех Времен Когда она Была Молодой Нека Покидая Дом Короче говоря В день Когда они С детективом Посетили Дом Хильды Обнаружила Портрет В мусоре Внизу Лица Обоих Родителей На фото Ну Короче Говоря Были Расцарапаны Давайте Думать Давайте Думать Давайте Думать Давайте Думать Пустые Мусорные Баки На мой Взгляд Есть Смысл Проследить За тем Кто Мусорные Баки Убирает Это Логично Вот Это Скорее Всего Будет Относиться К Другому Вопросу К Вопросу Об Организации Этой Свист В ночи Вот Этот Вот Мне Тоже Кажется Что Подождите Dangerous Abundant Кангнин Community Originally Had a Carefully Thought Construction Plan But Shortly After The First Bill Бла 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 Если Я Правильно Рассуждаю Есть Смысл Отправиться Как бы По Нескольким Направлениям Да Чтобы Определить Что Там Происходит Но Вот Насчет Хильды Не Знаю Не Знаю Да Слушайте Это будет Сложно Это будет Сложно Возможно Опять Придется Save Потому Что Я Так Прям Вот Просто Смотрите Это Легенды Да Есть Легенды Смысл Сейчас Нет Но Можно Предположить Что Мы Будем Сейчас Вытаскивать Тупо То Где Упоминается Кангнинг Дистрикт Да Здесь Есть Это Связано С Хильдой Может Быть И Не Нужно Может Быть И Не Нужно Опасное Здание Фрэш Дистрикт Маркс 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 Секрет Хильды Я Просто Вот Что Думаю У нас Там По-моему Второй Вопрос Я Уже Сейчас Не Очень Хорошо Помню Довольно Много Времени Прошло С Последней Серии Но Вы Знаете Мне кажется Что Там Второй Вопрос Будет Про Секрет Хильды И поэтому как бы вот Hilda's Secret, Empty Garbage Cans и Marks on the Family Portrait, это будет относиться к ней. Насчет вот этого вот, легенда о Кангнинг-Дистрикт и... Может быть вот это. Хотя нет, вот это вот скорее всего объединяет этих товарищей, поэтому... Ну тут прям очень много вариантов, тут прям без сейфлоода никак. Я предположу, что вот эти вот, хотя-хотя, может быть оно и сюда относится, да? Ледженд... Давайте вот это уберем, поставим вот это. И... Поставим вот это. Не знаю, почему я так выбрал, но как бы здесь у нас получается уже образуется некая история о каком-то монстре. Вот из этих трех. Здесь этого нет, здесь у нас про здание, про Hilda и про вот этих подозрительных людей. Я думаю, что они вот так вот втроем соберутся. Это Hilda, это Hilda. А вот это что непонятно? А, это тоже про опасных людей, видите, это же... Компаньоны Деливерера, в смысле бывшие друзья, да? Ну ладно, в конце концов, мы хотим узнать историю, поэтому сейфлоуд... Чёрт с ним, я простил себя за тот раз. Давайте посмотрим. Так. Мы угадали... Судя по тому, что показывают эти часы... Мы угадали два из трех. Я бы так сказал. Вопрос, конечно, интересный, что... Мы неправильно угадали, да? Ладно, давайте посмотрим. Он сейчас сам должен какую-то подсказку накинуть. Можно спокойно сказать, что что-то необычное происходит в дистрике Кангнинг? Ну, короче, нужно за этим понаблюдать. Да. Так, следы на стенах. Легенда о Кангнинг Дистрикт. Криповый звук в ночи. Может быть... Криповый звук в ночи. Криповый звук в ночи. Давайте попробуем так. Нет. Интересно. Интересно. Но, можно сказать, что вот это вот, видимо, было правильно, вот это неправильно. Потому что... Ну, потому что, короче. Мы откатились на один час назад, значит... Значит, вот это вот, whistling in the night, это точно правильно. Крипи саунд, да? Это, я думаю, тоже, по идее. Если звуки... Звуки и следы, скорее всего, правильно. Неправильно вот это. Вот это вот, значит, неправильно. Я правильно мыслю или нет? По идее, да. А, нет, подождите. Мы заменили вот это на вот это. То есть, у нас было здесь... Вот так. Мы это сняли. Я пытаюсь... Вот знаете, я что-то уже подзабыл. Поставили вот так. И у нас получилось еще на один меньше правильный. Да, это загадка, загадка, загадка. Загадка, загадочка. Может быть... Так, ну это, видимо... Вот это вот продол. Вот это вот продол. А у нас вопрос про весь дистрикт, да? Может быть, это? Проверка не удалась. Ну что ж, лодимся, лодимся. Короче, господа, я упорный. Я все-таки нашел правильный вариант. Но... У меня есть подозрение, что у нас с китайцами абсолютно разная логика. Если честно. Если честно. Значит, у нас основой нашей мысли является пустой мусорный бак. Именно это больше всего, видимо, привлекло его внимание. Потом, что логично, подозрительные люди, которые крутятся вокруг этих баков. И... Следы. То есть, видимо, он сейчас предположит, что... Мусор в мусорных баках, от которого быстро избавляются, это тела. Предположительно так. Ну, я, честно говоря, я голову нахрен себе сломал. Возможно, вы скажете, что это было очевидно. Но для меня это нифига не было очевидно. Это просто какая-то хрень. Вот серьезно, хрень. Я недоволен. Недоволен этим. Тело всего три. Мусора там было до хрена. Судя по их этих самым. Либо сейчас выяснится, что на самом деле тел миллион. Либо еще же. Я не знаю. Слушайте, ну это бред. Вот правда. Главное, вопрос был, как я могу узнать больше. И вот такие вот варианты. Ну, я не знаю. Я просто нахрен. Нахрен такую логику. Я... У меня бомбит, вы бы знали как. Просто, я не знаю. Аааа. Ладно. У нас есть несколько подтвержденных, надежных фактов, чтобы строить теории. Подозрительные следы, которые мы обнаружили на лестнице. Закрытый путь на крышу. И... Персона, которая вовлечена... Которая была связана с созданием, была убита. Мы все это собираем вместе, чтобы подтвердить наше подозрение. Если мы предположим, что... Убийство действительно произошло здесь. Тогда бездомный мужчина, который умер, должен был быть транспортирован отсюда каким-либо образом. Невозможно вытащить что-то вроде этого из жилого здания. Не... Ну... И чтобы тебя никто не заметил. Ааа... Ну, видимо, за исключением вот этого пустого высокого дома. Так что другие здания... Не рассматриваются. Почему? Если вы не знакомец, не будут ли люди особенно внимательно смотреть на вас? Жертву потеряло много крови, правильно? Это здание очень изолированное, короче. Даже по низким стандартам этого района. Мы пришли... Ну, ты пришла или пришел, я не знаю, к кому он обращается. К этому заключению из-за того, что... Никто не видел ничего подозрительного. Но ответ Неко предлагает нам пачку теорий, которые имеют смысл. Короче говоря, все имеет смысл, если мы... Предположим, что персо... Аааа! То есть, все, я понял. Предположим, что... Слушайте, это прям сюжетный ход, знаете откуда? Из Ghost in the Shell. Из самого начала, я имею ввиду полнометражный фильм. Анимационный фильм, конечно. Если мы предположим, что персона, которая выносила тела, не вызывает никаких подозрений. Например, мусорщик. Логично. Хе-хе-хе-хе. Логично. Хотя, насчет... Suspicious persons... Я не несколько не уверен. Машина... Машина... Ни одна машина на этих улочках не развернется. Но у мусорщиков есть вот эти вот три цикла, которые они используют для того, чтобы перевозить мусор. И он никаких подозрений не вызывает. Это было бы действительно хорошим объяснением, почему люди... Ну, короче говоря, почему люди не заметили всего этого. Просто вынос мусора и все. Довольно легко наложить свои руки на что-то, что выглядит как garbage truck. Люди никогда не обратят внимания, короче говоря, на то, что что-то необычное путешествует по району. Им без разницы, откуда, значит, этот мусорный автомобиль приехал до тех пор, пока он систематически вывозит их мусор. То есть люди, по сути, помогли им уничтожить улики. Вывоз тел из района с помощью мусорного, значит, автомобиля и сброс его где-то еще. Звучит знакомо, не правда ли? Ну, один из трупов был найден на мусорной свалке. Ну и, в принципе, с таким обмундированием, короче, легко получить доступ куда угодно. Вы считаете, что то же самое случилось с миссис Янг? Вы правы. Если они используют мусорный транспорт, никто не обратит на это внимание. Мне нужно еще раз взглянуть на security footage. Ложи теперь. Ну, молодец. Интересно, а ты изначально не мог заметить, да, мусорку? Вы обратили внимание, персонажи очень странно стоят. То есть она вроде как на первом плане, он на втором. Но он настолько больше, что это явно он на первом плане, а Нека на втором. Вот это вот ломает мне мозг просто. Геометрию пространства ломает. Ну, хотя после сегодняшней загадки мне уже, по-моему, ничего не страшно. Нека могла бы отследить. Ну, короче, я рад, что ты... Я рад до тех пор, пока ты не пострадаешь, короче. Все просто. Просто не хочу оказаться в подобной ситуации еще раз. Давайте вернемся к теме, хорошо? Теперь об этих двух пожилых женщинах. Когда ты проверял здание, было ли там что-то, что указывало бы на то, что хоть кто-то есть в комнатах на других этажах? Ну, там везде грязно, короче, остались бы следы. А даже если бы ты смог там остаться, паучья... В общем, паутина тебя бы остановила. Ну, в смысле, там все заросло и было бы заметно, если бы дверь недавно открывали. Так что, если коротко, нет. Крыша, с другой стороны, очень подозрительна. Это да, но... Эти женщины старые, но не... Бессильные, видимо. Ну, а, но не глухие. Запомним это слово. Они наверняка должны были что-то слышать. Что-то здесь не так, я тебе говорю. Я не верю ни на грош во все это. Так что ты предполагаешь? Одна из них точно должна что-то знать. Спуск тела с крыши. И, короче, погрузка его в мусор происходили прямо рядом с ней. Я уверен, что они хотели делать свои дела тихо. Вот почему кто-то должен был... Позаботиться о телах. Пользуясь вот этим прикрытием мусорным. До того, как настоящий мусорщик прибудет. Это бы привлекло внимание, если бы много людей жило там. И использ... Ну... Сейчас. Использование лестниц и... Лестничных проектов привлекло бы внимание, если бы большое количество людей жило там. Но... Ты знаешь, или вы знаете, На что похоже это место. Там никого поблизости нет. Я не могу найти никаких аргументов. Если тебе нужно время успокоиться, Я заварю тебе чай. Буду готова, как только ты подготовишься. Нет, я спокоен. Это имеет смысл. Какую бы боль не доставляло мне это признание. Как бы то ни было, Все это должно мотивировать нас Работать побыстрее. Это звучит очень стоически для меня. Ты смотрел мотивирующие видео, Или что-то типа того? Я просто... Немножко детектив. Я знаю свои границы возможного. Я не могу просить помощи у полиции И мобилизовать их без серьезных улик, доказательств. Ты думаешь о том, чтобы вмешать в это полицию? Конечно. Не важно, как вы на это смотрите. Эти две женщины Вовлечены в группу убийц. Хотели они того или нет, это не важно. Они живут там. То, что они там живут, уже подвергает их опасности. Ну, это справедливое заключение, безусловно. Ну, короче, дела могут пойти очень плохо и очень быстро. Подожди-ка минутку. Если мы вмешаем в это полицию, У нас будет куда больше проблем, С которыми надо будет разбираться. Я уверен, они могут помочь. Но пока мы всего не знаем И довольно стрёмно рисковать жизнями этих милых пожилых женщин, Подставляя их в ситуацию, которую мы сами не до конца понимаем. Часики тикают, говорит Джастин. И я не думаю, что нам удастся их сохранить самостоятельно. Я не думаю даже, что мы могли бы это сделать, даже если бы знали больше. Это очень большое дело с большим количеством... Очень много жизней уже было потеряно. И еще больше на... Под ударом. Если еще кто-то пострадает, Как ты заставишь меня с этим жить? Ты не перебарщиваешь с этим? Ну, если вам не нравится, то я пойду побеседую с ними самостоятельно. Что? Как ты можешь их отправлять в ситуацию, которую даже ты не до конца понимаешь? Пути назад не будет. Но в конце концов это может спасти много жизней, не правда ли? Ну, я, короче, знаю, как сложно вычислить и поймать убийцу. Даже мой учитель работал над делами типа этих. Ну, короче говоря, это возможно. И почему вы считаете, что наше дело отличается? Узнать правду в столь короткое время... Это фантазии не больше. Если мы, короче, будем медлить сейчас и сбежим из этой ситуации, Мы будем ублюдками, таким же, как мой учитель. Вы хотите повернуться типа спиной к людям, которые, как вы знаете, в опасности? Нека молчит. Ты закончил? Действительно фрустрирующе, что ты никогда не понимаешь, что происходит. Что ты имеешь в виду? Хочу тебе напомнить одну вещь. Помнишь мужчину, который приходил сегодня в магазин? Знание... Это уже мы говорим. Знание — это одна из самых опасных вещей на свете. Так как ты думаешь, что он мог хотеть от кого-то на моей позиции? Твоих знаний, конечно. Что не так с книгой, которую он искал? По правде говоря, я не настолько глубоко с ней ознакомился до сих пор. Было много других, короче, вопросов. Но если они не могут продвигаться без нее, в ней должно быть что-то очень важное. Однозначно. Так что мы на сильной позиции. Если они связаны с убийством, с убийцами, они не могут действовать далее пока. Если они не связаны... Тебе вообще не стоит беспокоиться о безопасности пожилых женщин. Ну, короче, я не буду заниматься изучением книги, это какая-то хрень. Вокруг есть много вещей, которые невозможно объяснить. Но я с тобой согласен. Я займусь книгой и экипировкой НЕКО. А ты должен, короче говоря, собрать доказательства для наших теорий. Если мы сейчас будем действовать необдуманно... Необдуманно! Необдуманно мы можем, короче говоря, потерять наши позиции в этой партии и просрать. Мне не сильно нужно найти кого-то, кто поможет мне дешифровать значение этой книги, разгадать. Хочешь, чтобы я позвонила Скарлетт? Не знаю. В смысле... Она не разозлится, если ты ей позвонишь. Если я это сделаю... Она, видимо, из меня все дерьмо выбит. Я уже слишком о многом ее просил. Тогда купи мне ужин. Хе-хе-хе-хе-хе. Но почему они решили сегодня убрать мусор? Ты серьезно? У тебя память золотой рыбки? Память золотой рыбки это просто миф. Я имею в виду, если они используют мусор для того, чтобы прятать тела, которые они перевозят. Почему они убрали мусор сегодня? Три тела... Ну, типа, уже были найдены, видимо. Что у них сегодня по плану? Когда я посещал здание, Хильда... Когда я посещал здание, Хильда не остановила меня. И я не нашел ничего в ее доме. Но вот ее соседка была совершенно другой. Когда-то это преподносится таким образом... Опаньки. Телефон жасненно звонит. Он просигнализировал Нека быть тихой. И отошел... Со странным выражением на лице. Что случилось? Я кивнул головой непонимающий, короче, жест. Он... Через короткое время он закончил разговор и вернулся в магазин. У него были дурные новости. Полиция обнаружила еще одну жертву. Ну, короче, идентичное. Повреждения идентичные с другим. Где? Под мостом, через реку. За пределами района. А все жертвы были найдены на небольшом расстоянии от района. Да, но не в этом дело. О, а в чем? Короче говоря, полиция подтвердила какое-то расследование. Я сейчас загуглю, не знаю, что это за слово. Пре... А, предварительное расследование. Они осмотрели тело и обнаружили некоторое количество информации. Короче, это понятно. Маленькая, высохшая, старая женщина. Так, пока у нас есть возможность, забежим-ка сюда. По-моему, нам надо посмотреть далеко не одну книгу. Так что просматриваем все на всякий случай. И будем заканчивать. На сегодня музыка изменилась очень стрёмно. Я так понимаю, что мы близки к чему-то. Я так думаю, что наш детектив не выдержит. Он сейчас все выложит полиции. Надеюсь, хотя бы он не расскажет про нас. Но на самом деле, вы знаете, я, кажется, начинаю понимать механику этой игры. Я думаю, что у нас сейчас следующая проверка будет на то, чтобы убедить его не ходить в полицию. Так же, как была проверка в свое время на убеждение девчонок. Ну, вы помните. Вот, Marks on the Family Portraits. У нас появилось что-то новое. The author classifies this pattern as a parent, altar, guide and open the way. И, короче, спекулирует... Ну, говорит о том, что они могут быть использованы... В качестве... Ну, короче, отношения родителей. Принесения в жертву родителей во время ритуала. Роль родителей в качестве жертв во время ритуала. А, к сожалению, автор не знает больше о специфических культурных группах, с которыми ассоциируется вся эта история. Так, нашли что-то. Это интересно. То есть, книги не просто... Я правильно делал, что я их перечитывал, да? После внимательного изучения книги, вы можете увидеть некоторые вот эти символические паттерны, которые показывают... Которые очень похожи на... Знаменитое фамильное фото. Вот оно что. Ладно, давайте досмотрим. Вот это тоже важно. Эта книга нас интересует, теоретически. Я проматываю быстро, потому что мы ее читали. Если мы что-то новое... Это же Хальберт, да. То есть, в Хальберде ничего пока нет нового, интересного. Мы это все читали уже, а если мы найдем что-то важное, произойдет звуковой сигнал, и мы остановимся. Это ишечка испорченная. Это я помню. Ну, Лавкрафта, наверное, нет смысла перечитывать, но я на всякий случай перечитаю, то мало ли что. Я так думаю, что следующее действие будет как раз убеждение детектива не ходить в полицию. Я почти в этом уверен. Вот почти уверен. Не знаю почему. Так, все, просмотрели книги. Кейс файлс, давайте посмотрим. Значит, это мы доказали. Все. Эмпти гарбич кэнс у нас выбыло. Подозрительные люди вокруг трэш кэнс тоже выбыли. И драгмаркс в холлвей. У нас есть два новых вопроса. Первый вопрос. Скрытая угроза. Скрытая угроза, да. Few villains in the congning neighborhood. Кем они на самом деле могут быть? И цели вот этой визионерской социети. Неназванный посетитель книжного магазина доказал, что кто-то эти убийства, короче, хорошо организовал. Зачем бы им это было делать? Так, здесь старая, а вот здесь вот новая, смотрите. А, ну она новая, потому что я переигрывал. Это понятно. Вот. Вот, вот, вот. Оно увеличилось. Смотрите-ка, оно реально, оно увеличилось. Джастин обнаружил семейный портрет в доме Хильды, на котором изображена Хильда и ее семья. Это мы читали уже сегодня. Тех времен, когда она была молодой, да. Нека обнаружила, значит, в мусорке этот портрет. Лица родителей на фотографии были покрыты странными царапинами. Книга «Загадочные символы» заставила меня понять, что эти царапки, вот эти вот, репрезентуют parents' identities, что, значит, имеет отношение к жертве и проходу. А вот слово passage появилось. Смотрите. We need to get out of here. Это, значит, вот это вот визионеры society, это их цель покинуть, уйти отсюда, в место, где нет боли. Жертва и путь. Это как раз связано с портретом. Очень интересно. И у нас еще один... А, ну это конклюжн. Mass murder. Притворившись, значит, сотрудниками очистки от мусора города, которые собирают мусор, в кавычках, загадочная организация транспортирует тела из заброшенных зданий в дистрикте Канг-Нинг. Такая вот история. Давайте еще подумаем, и, наверное, на этом будем сегодня заканчивать. А в следующий раз будем с вами проходить проверки на то, чтобы убедить детектива не ходить в полицию пока. Тяжело держать чистой голову и думать... Ну, короче, нормально, логически думать, когда человеческие жизни стоят на кону. Джастин... Поделился этим чувством с нами, со всеми. Но, короче, он, видимо, чувствует это намного сильнее. Так что я... А, чем я, видимо? Да. Но, короче говоря, назад пути теперь нет. Джастину не стоит так много думать об этом. Даже Неку, которая должна быть куда более чувствительной... Ну, походу, не подвержена этому наплыву эмоций. В конце концов, она, или, точнее сказать, мы... Через многое прошли в прошлом. Символ, который Нека обнаружила на фотографиях, выглядит знакомым. Я видел его где-то раньше. Так мы только что узнали, где. Возможно, стоит еще раз взглянуть на книги. Я только что взглянул, чувак, ну правда. Ну, давай еще раз на нее взглянем. А, это Хальберт, это не та книга, но... Ну, на всякий случай, ладно. Вдруг здесь... Есть механическая какая-то история, связанная с... Тем, что пока он это не подумает, он ничего не найдет. Нет, нет, ну понятно, он нашел уже все. Что ж, на этом мы с вами на сегодня закончим. Я не буду мотать время, потому что я подозреваю, что... Следующая наша стадия может быть связана с детективом и его убеждением. А это может затянуться на очень длительный промежуток времени. Возможно, даже на, не знаю, половину там серии, условно говоря. Поэтому... А мне бы не хотелось серии все-таки делать больше часа, потому что, знаете, это так, напрягает немного. И зрителя, и меня, и мои голосовые связки. Вы были на секретной космической станции Хоспорта, которая получила небольшой апгрейд, хотя бы в виде вот этой графики, как вы видите. Ну, например, визуальный новелл, наверное, сложно разглядеть, но у нас теперь здесь честные 1980 пикселей шириной, а не расширенные, как раньше. В любом случае, я Хоспорт, я с вами прощаюсь до следующего раза. То есть, насколько я помню, до пятницы, да, у меня? По плану. Да, в пятницу с вами встретимся и узнаем о том, чем же закончился этот волнительный, волнующий день. Все. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И удачи вам.